Настоящий экшен развернулся в Славянке 10 февраля. В ходе рейдового мероприятия под условным названием «нетрезвый водитель» внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль Toyota Sprinter Carri, водитель которого двигался на большой скорости. Требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Инспекторы начали преследование автомобиля с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. В результате грамотных действий полицейских автомобиль оказался в тупике на улице Калинина. Водители два пассажира попытались скрыться от сотрудников полиции, но были задержаны. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена личность водителя. Им оказался 36-летний житель поселка Славянка, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Дважды был привлечен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения был привлечен к уголовной ответственности. В отношении дальнего водителя возбуждены два административных материала по статье 12.25 части 2 кодекса об административных правонарушениях за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и также за отказ от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения. Также во время патрулирования в районе перекрестка на пересечении улицы Молодежная и Дружбы внимание инспекторов ДПС привлекло транспортное средство Toyota Corolla. Водитель, заметив наряд, предпринял попытку уйти от ДПС. Как итог, инспекторам удалось заблокировать автомобиль. Но водитель с двумя пассажирами выскочили из машины и стали убегать. Благодаря физической подготовке госавтоинспекторов нарушителей быстро удалось догнать. Водитель, житель Славянки 1996 года рождения, не имел при себе документов на право управления транспортными средствами. Ранее он также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД и был лишен права управления транспортными средствами на 12 месяцев за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Еще один правонарушитель был пойман в поселке Пассет. Инспекторы остановили автомобиль Toyota Corolla. Но при проверке водителя по базам данных он стал заметно нервничать. И тогда полицейскими было принято решение о проведении личного досмотра. На вопросы о наличии запрещенных веществ и предметов при себе водитель ответил отрицательно. В ходе личного досмотра в кармане куртки был обнаружен бумажный сверток с веществом серо-бурого цвета со специфичным запахом, который был изъят и впоследствии отправлен на экспертизу. Также данному водителю было предложено пройти освидетельство на состояние опьянения, от которого он отказался. Так как данный водитель не имеет права управления транспортными средствами, в отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Данный административный материал рассмотрен в мировом судебном участке. По решению суда водитель отбывает наказание в виде ареста 10 суток в изоляторе временного содержания. После проверки обнаруженного сверта результатами экспертизы было установлено наличие в нем смеси масла каннабиса и табака. По данному факту, установленные законом сроки в отношении водителя, также будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Всего же в ходе рейдового мероприятия в отношении водителей было составлено 19 административных материалов, 6 правонарушений злостного характера. Руководство госавтоинспекции напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Влечет лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет и взысканием штрафа до 30 тысяч рублей. Если у нетрезвого водителя отсутствует водительское удостоверение, ему грозит арест сроком до 15 суток. Тем временем за повторное управление транспортным средством состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. И на данные штрафы не распространяется скидка в 50%. В регионе также расширяется география применения меры ответственности в виде конфискации транспортного средства. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Новости Славянки.